На побережье продолжают появляться платные парковки. Признаки очередного такого сверхприбыльного предприятия обнаружили одесситы на Гагаринском плато 5-4 в Аркадии в районе одного из ресторанов. 7 июня там появилось заграждение и будка охраны. На месте побывала наша съемочная группа. Еще два дня назад на этом месте ударными темпами шло строительство новой платной парковки. Появились свежеприваренные столбики, на скорую руку сколоченная будка охраны. Все говорило о том, что этот небольшой пятачок в конце узкого переулка, и так заставленного многочисленными автомобилями, собираются превратить в доходное и не требующее особых инвестиций место. Интересно другое. Как говорят экспедиторы, которые регулярно привозят сюда товар, что-то вроде стихийной парковки тут давно существует. Видимо, это досадное недоразумение решили исправить и подзаработать, освоив еще кусочек ценной территории. 9 июня утром парковка, кстати, еще была. Днем будки уже не стало. От нее осталась только пара кирпичей. Вообще должны быть бесплатные места. Если они вообще должны быть, то они должны быть бесплатные. А чего вот платные ставят, как считаете? Вот тут вот собирались всего 7 дней. Я видел, сегодня была будка. Приезжающие сюда автомобилисты, в принципе, даже в некотором роде согласны с тем, что хорошо бы сделать на этом месте нормальную парковку. Но для комфорта людей, а не для заработка. Здесь было бы неплохо парковку сделать. Ну, нормально, не вот это, чтобы стояло вот так, чтобы невозможно не выехать, не заехать. Ну, соответственно, чтобы цена была соответствующая. А сколько вы эту цену предполагаете? Ну, не 10 гривен в час. То есть, ну, пусть, допустим, будет въезд 20 гривен, вот как на фонтане, вот там на 8-й, на 10-й, на 16-й. Если здесь они собираются сделать еще платную парковку и спуск к морю, это будет вообще очень плохо. Почему? Потому что внизу детская площадка, как минимум. Во-вторых, там пляжная зона. И если туда будут ездить активным потоком машины, с выездом на трассу здоровья и обратно, это не очень приятно для детей, гуляющих на площадке. Активист Алексей Булгару, который давно занимается проблемами парковок и стоянок, утверждает, в том, что в городе стали массово плодиться платные парковки, а еще и перед местными выборами, нет ничего удивительного. Легкий хлеб. Когда вы минимум влаживаний производите, вам максимум придется только оплатить взятку в наш горсовет, особенно, чтобы решение горсовета было в ихнюю пользу. Они вам выдают территорию, причем такую, которую вы сами выплатите, попросите, потребуете, говорится. И просто платите, якобы, в транспорт-сервис официальную сумму. Но я уверен, что неофициальная сумма существует. В то же время, рядом с Гагаринским плато, где сейчас идут активные раскопки, якобы, под кольцо пятого трамвая, каждый день происходит транспортный коллапс. Десятки машин не могут нормально разъехаться. Водители нервничают и непрерывно сигналят друг другу. Может быть, прежде чем начинать такие работы, городским властям стоило задуматься, во что они превратят подъезд к Аркадии и сделать нормальную парковку или стоянку именно рядом с началом аллеи. Но в Одессе все как всегда, не для людей. Анатолий Косин, Андрей Терещенко, телекомпания «Круг». Продолжение следует...